Я хочу дать небольшое толкование этому отрывку Писания. Но если мы начали сегодня с шуток, так я расскажу еще одну. Это не у нас было, не в Израиле. Потому что очень трудно в Израиле пойти, выйти на охоту. Это было в другом месте. Лидер общины. И мэр города пошли вместе на охоту. Идут со своими оружиями. И вдруг выпрыгивает какое-то животное. И они вместе выстрелили. И мэр подходит к животному и говорит, ты попал в животное. И пастор общины говорит, почему это я? Мы же вместе выстрелили. Он говорит, потому что пуля попала в одно ухо, и с другого вышла. Не поняли? Здесь вопрос в том, и есть такое выражение. То, что говорит лидер общины, в одно ухо входит, в другое вылетает, и забыли про это. И таким образом они поняли, кто попал в животное. Но я надеюсь, что у нас не так. Потому что если вы читаете этот текст, здесь написано, В 24-м и в 28-м стихах написано Написано, соблюдайте заповеди. Слушайте заповеди. Послушайте заповеди. Не только делать, а слушать. Здесь не написано, делайте. Здесь написано, только слушайте. Иногда мы пытаемся кое-что сделать. И это хорошо, и я очень рад, что у нас вообще не есть много людей, которые хотят делать хорошие вещи. Но здесь Святые Писания очень сильным образом Говорит, что если вы для себя выбрали быть сынами Бога, если вы выбрали быть учениками Его, тогда вам нужно уметь слушать своего Отца. Многие из нас вообще не понимают, что значит слушать Бога. Они читают текст, как бы понял. Или увидели, что так принято сделать, хорошо, я понял. Я сейчас не говорю про уровень пророка, у которого есть внутренний дар, и он умеет слышать голос Бога. Но я говорю про обычного верующего, что у каждого верующего есть эта способность услышать и понять голос Бога. Иногда у нас есть такие ситуации, если сделаешь, что правильно, и если не сделаешь тоже правильно, это не значит, что ты нарушил какую-то заповедь. Но есть кое-что, что мы называем водительством Святого Духа. И это значит слышать Бога. И это дано каждому с определенными условиями. Первое, нужно успокоиться. Нужно спросить Бога, успокоиться и пребывать немного в молитве. На индийском языке похоже на медитацию. Но я не говорю про медитацию. Я говорю о том, что ты пытаешься понять прикосновение Бога внутри тебя. Многие из нас говорят Богу, спасибо тебе, Отец, так хорошо и так тоже в порядке. Но когда ты говоришь с человеком, иногда или даже часто, я слышу, что ты говоришь, что-то у меня не получается. У меня не получается. Вроде бы я сделал все правильно, но не преуспел. Знаете почему? Потому что вы не услышали от него. Если бы вы открыли свое ухо к Божьему голосу, и это не так сложно. Это внешняя мысль, которая входит внутри вас. Но нужно распознать, что не ты произвел себе сам эту мысль. И поэтому, если ты услышишь это небольшое водительство, и мало-помалу ты научишься слышать Бога больше, ты будешь преуспевать в твоем пути. И сейчас, все, что мы читаем здесь, через Моше народ получает такое постановление, что вы будете стоять возле горы Харизим и возле горы Гивал. Это возле Шхема. Это место, в котором жил Авраам. И есть кое-что очень особенно уникальное в этих двух горах. Таково, вот что было. шесть колен должны были стоять на горах Гаризим и шесть на горе Гивал. А священники и левиты должны были стоять внизу. И оттуда провозглашали благословение и проклятие. Это место, которое находится рядом друг с другом. Но из-за чего-то естественным образом гора Гаризим, очень много на ней зелени. А Гивал пустая гора. Сплошные скалы. Даже визуально можно посмотреть на эти две горы и понять, что здесь находится благословение, а здесь находится проклятие. Но это в одном месте находится. Как это возможно? Здесь зелень, а там сплошные камни и проклятие. Визуально Дух Святой дает нам понять. Как будто все то же самое. Но если ты послушал голос Бога и сделал, согласно тому, что Господь попросил у тебя, ты получил эту зелень, ты получил благословение. не опять в разочаровании и ты находишься в пустом месте. И еще один момент. Хевре, давайте тиши немножко. И еще я хотела кое о чем сказать из этой недельной главы. Написано об этом в тринадцатой главе. Откройте вместе со мной. Я хочу из тринадцатой главы вместе с вами прочитать первые пять стихов. Это тоже недельное чтение. То, что написано в этой недельной главе, очень практические вещи. Написано в этой недельной главе очень простые основные вещи. Во-первых, как я уже сказал, научиться слушать голос Бога. Евреям, те, которые живут в этой стране, и неевреям, израильтянам, которые живут в этой стране. Здесь говорится про кашрут. Я не хочу сейчас заходить в детали того, что можно и что нельзя и почему. Но, короче говоря, Бог нам сказал, почему нам с ним спорить. Можно углубиться и пытаться понять, почему можно, почему нельзя, но самое главное, сказал Бог, этого достаточно. Здесь говорится еще об одном практическом вопросе. Не только о кашруте. И не только о слышании Божьего Слова. «Не закрывай глаза от нуждающего брата». С одной стороны, Бог сказал, всегда будут среди вас нуждающиеся. Но здесь написано, нужно тебе помочь ему. Если у него финансовая нужда, займи ему денег. Возможно, даже ты не очень его любишь. Но если он пришел к тебе и попросил, это значит, он уже преодолел свою гордость. Можно попытаться понять, почему он упал в эту яму и дать ему несколько технических советов, но помочь. И то, что интересно, в этой главе написано так. Во-первых, помоги ближнему твоему. Скажем, у меня есть брат, с которым я не на связи. Мой родной брат. А есть друг, который для меня очень близкий друг. И вдвоем они просят деньги. Согласно Тории, стоит помогать всем. Но, во-первых, твоему родному брату по крови. Потом по кровному родству и так далее. Даже несмотря на то, что бывает, что к твоему родному брату у тебя нет симпатии. Но так говорит Тора. И, естественно, прежде всего ты думаешь про свою семью. Ты не можешь оторвать от своей семьи и дать другому согласно Святым Писаниям. Везде должен быть баланс. Почему я немного мало-помалу говорю об этом? Это практические вещи. Вы хотите получить благословение, вы хотите цвести, как гора Харизим и не быть камнем, как гора Гивал. Так будьте так. Вот вам дана инструкция. Я хочу прочитать кое-что из 13 главы. Пожалуйста, посмотрите на ваших языках. Второй стих. Если встанет в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и явится знамение или чудо, о чем он говорил, чтобы сказать, пойдем вслед за божествами иными, каких вы не знали, будем служить им, не слушая речей того пророка или сновидца, ибо испытываете Господь Бог, за Господом Богом вашим следуйте, его бойтесь, и заповеди его соблюдайтесь, и голоса его слушайте, и ему служите, его держитесь, а тот пророк и сновидец будет умершлен. Так нам написано, вполне возможно, что вдруг заходит в общину или в какое-то движение человек и вдруг его служение сопровождается чудесами, исцелениями и знамениями. И во-первых, это очень хорошо, когда у кого-то есть дар исцеления, кто-то исцеляет. Каждый хочет получить исцеление. Но все еще существует требование проверить, какой корень у этого человека. Если человек объясняет тебе идти в другое направление, не тому, что написано в Писании, не Богу, не Богу, и даже если это сопровождается чудесами и исцелением, но человек получает всю славу себе от людей за это, нельзя идти туда. Почему я говорю об этом? Скажите мне, почему я говорю? почему я привожу вам этот пример, как вы думаете? Я знаю, что многие из вас смотрят интернет. И вы можете увидеть в интернете различных людей, которые тут производят чудеса и знамения, но черным по белому написано, что существует проблема. Ты видишь, что человек этот странный. Он что-то от тебя забирает деньги или славу, или все, что хочешь. И иногда проскальзывает информация о том, что этот человек он лжеколдун. Я могу сказать, что эти вещи очень часто происходят по всему миру. И мы, как верующие в Машиаха, мы, как люди Бога, должны опасаться этого. И не допускать бесов в нашу жизнь. Я да за чудеса и за знамения. Если источник этого свят, если вся слава дана Богу. Посмотрите в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна написано, что Никодим пришел к Иоанну. И он говорит, смотри, мы все видим, что ты человек от Бога. И Никодим не был простым человеком, он был один из мудрейших людей. Он знал, как отличать правильное от неправильного. И он говорит, ты послан от Бога, потому что чудеса, которые ты творишь, никто не делал. Но все направление чудес Иешуа было дать славу Богу. Давайте мы будем как Никодим, мудрыми, умными. Не будем говорить, ой, вот этот проповедник, он такую проповедь сказал, такие у него чудеса и знамения, давайте пойдем туда. Кто понимает, о чем я говорю вообще? На сегодня достаточно. Давайте мы помолимся. Отец наш, царь наш, я молю, что мы практически такие вещи с этой недельной главы они были в нашей жизни. И они благодарю Тебе за Твое Слово, которое всегда актуально говорит о нас. Я молюсь, Господь, чтобы Ты благословлял нас Святым Духом. И мы хотим видеть чудеса и знамения. Но мы хотим, чтобы Твоя слава присутствовала во всех чудесах. Благодарим Тебя во имя Ишо Машеха. Амин. Машеха.